Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу об одной из ситуаций, с которой мне пришлось столкнуться, как одна из подписчиц мне рассказала о том, что у нее несколько дел находятся в одном суде у одного судьи. Дела совершенно разнохарактерные и с разными предметами, с разными основаниями и так далее. И соответствующим образом один судья рассматривает три разных процесса и переносит свое видение одной ситуации, переносит на другую ситуацию и так далее. То есть здесь уже проявляется некая предвзятость, когда судья рассматривает дела не обособленно, потому что у нас каждое гражданское дело это отдельный процесс, а начинает рассматривать их в совокупности и свое видение, свое внутреннее убеждение в отношении не дела начинает формировать, а в отношении участника процесса, будь то истец или ответчик. Конечно же это неправильно, это ошибка и в распределении дел и так далее. И с этим не раз, не раз приходилось сталкиваться, когда один и тот же судья, у меня несколько таких ситуаций было, несколько, множество, когда один судья рассматривает несколько процессов, рассматривает несколько процессов и рассматривая эти процессы, он в отношении одного и того же лица, вплоть до того, что аааа, так вот было буквально так говорит, ага, а вы в том процессе, я помню где-то как-то и вот начинается вот эта предубежденность, предубежденность. Поэтому, дорогие друзья, такие случаи нужно исключать. Можно заявлять отвод, доводить эту ситуацию до председателя суда и соответствующим образом подключать высшую квалификационную комиссию судей, для того, чтобы давать оценку таким действиям судей, потому что они граничат с нарушением тайны совещательной комнаты и так далее. Поэтому, когда в отношении вас какое-то предвзятое поведение и идут какие-то негативные замечания, ненадлежащее поведение судей, которое противоречит кодексу судебной этики, такие действия необходимо пресекать. Поэтому, дорогие друзья, на это обращайте внимание и соответствующим образом реагируйте. Если нужна практическая помощь, обращайтесь.